Всем привет! На следующий день мы поехали покупать моему мужу новые кроссовки. Он носит только какую-то специальную обувь, которую он может купить только из какого-то определенного магазина. И, как вы видите, ему прямо на ногу примеряют эти новые кроссовки. Он так, в принципе, в них и ушел. А старые кроссовки, оказывается, можно сдать в магазине, и потом их отправляют куда-то на донейшн. То есть, отдают бедным людям. Смотрите, как посредине улицы стоят овощи. Можно купить. Продавца нет. Вы просто кладете деньги туда и берете то, что вы хотите. А бакалы в размере лазанья. Да, ну какие большие эти... Потейтос. Но это 5 долларов. Да, мы получили бедный. Но когда вы живете в районе, это очень длиннее. Да, я не знаю. Мы заехали в маленький городок под названием Брайтон, по-моему, называется. Знаешь, мы решили пройтись немного по улице. Здесь, кстати, написано, утки пересекают дорогу. Видите, да, кроссинг написано. Очевидно, здесь они мотаются туда-сюда. А куда они идут, непонятно. Потому что с другой стороны... С этой стороны... Ой, смотрите, какая машина. С этой стороны магазины. А с той стороны... А, там вот есть у них озеро. Красиво. 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 Зачем милый и чистый городок. Такая-то церковь здесь есть. Каким-то образом мы забрали на американское кладбище. Я не знаю, почему именно на кладбище. Но здесь реально, если посмотреть на камни, которые были установлены, смотрите, как написано. Анна, жена Роберта, умерла в январе 13-го 1847-го года, в возрасте 56 лет, 2 месяцев и 13 дней. Очень интересно. Эйд, 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 эйд и найер золд. 35, 72. Мы просто шли, 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 шли пирожок, но шли, как всегда. Ну, очевидно, мы просто шли мимо вот этого озера красивого, да. И так получилось, что дорога как бы ведет сюда. И потом, я так поняла, там мостик какой-то есть. Можно на мостик пойти. Ну, и мы вот так вот забрели сюда. Вот. А этот 1946... Нет, 1846-й, 1928-й. Слушайте, старая. Ну, здесь все имеет свою историю, правильно. Америка все-таки более старая страна, которая имеет больше историй. Здесь, ну, 1800 какие-то года. И самое интересное, что все содержится, ну, в достаточно хорошем состоянии. Не хотели пойти на кладбище? А я вас повела. Что вы без меня делали? Продолжение следует... 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 Нет, Майер я купила, Майер, да, Линен, и это как рум-спрей с лимоном, но я подумала, что если я побрызгаю ей шкаф, то должно пахнуть классно, потому что он пахнет свежестью. Именно для шкафа купила, и, кстати, насчет моего тигра я тогда... Ой, смотрите, там ушли. Вот, когда-то я покупала черную такую раму, как вы видите, оно очень классно все смотрится, но пока стоит. Ну, здесь стоят некоторые мои вышивки, вы видели их уже, и эти медвежата мои любимые, боже, я их так люблю, одно удовольствие было их вышивать. Китай, опять-таки, китайская вышивка. Эту дорогу я вам давно хотела снять, эта дорога в мой обычный магазин, куда я езжу за продуктами, я просто нахожу эту дорогу очень красивой, ну, для самой себя, потому что деревьев много по бокам. И в прошлый раз, когда я вам снимала, в итоге я это видео уничтожила и не выставила, давайте поправлю, так, чтобы было лучше видно. Вот, по одной простой причине, потому что... Они к ним поворачивают, ну, в общем, да. По одной простой причине, потому что было плохо слышно, ужасно, и я ничего не могла поделать. Здесь вот я еду вокруг нашего комплекса, по своей сути, я объезжаю озеро по кругу, для того, чтобы попасть в свой ближайший продуктовый магазин, в принципе, который, ну, так, знаете, он на подхвате хорош, но я там, как говорится, езжу туда там картошку купить, что-то такое, да. Вот здесь вот с левой стороны это строение, это какая-то как дамба, что ли. То есть я еду справа, и слева от меня будет озеро, то есть слева оно будет меньше, по... там, воды будет меньше, справа воды больше. И этот, вот это вот слева было строение, я так поняла, это какая-то дамба, или я не знаю, ли это очистительное учреждение, или что-то в этом роде. Впереди меня вы видите башню, это водонапорная башня белая, на ней написано «Форд». Это реально завод, один из заводов «Форта», который здесь находится. Это вот их, ну, я не знаю, мне кажется, что это не совсем рабочий такой вариант. Здесь, конечно, рабочие иногда присутствуют, но в основном они их используют для того, чтобы парковать свои какие-то машины. То есть у них здесь парковки очень много, они паркуют очень много «Бронко», «Ф-150», «Ф-150», которые они делают. Это, очевидно, ждут микрочипы, да, то есть иногда они у них там пропадают, очевидно, когда они их дождались, и в итоге машины были доделаны. Но иногда они у них там стоят, ну, куда ж ты лезешь, да, господи, да, боже мой, повернет он в итоге, не надо его обижать. Все, повернули. Вот. И как-то вот таким образом, вот тут, где мы живем, вот мы сейчас едем по дороге, здесь кое-какие парки есть, и по бокам, как бы, если вы видите вынесенные почтовые ящики, то это говорит о том, что там, в принципе, есть дома по бокам. Слева кладбище, романтика, и сразу же за кладбищем совершенно новые постройки, совершенно новые дома, которые были отстроены. То есть я не совсем понимаю, как бы, логику построек здесь, в США, пока до меня не доходит, потому что в Канаде это все как-то, может быть, потому что Канада более молодая страна, и в Канаде это все как-то более, так, скажем так, организовано, да, то есть они строят новый район, сразу же возле него строят магазины, все-все-все, то есть оно как-то так все организовано, да. Здесь оно, ну, Америке для начала больше лет, чем Канаде, да, и, соответственно, здесь такая вот ситуация складывается, я так думаю, то есть они получают, наверное, какое-то разрешение на постройку, и все, вот оно пошло строить. Ой, кому нужно раскладное кресло? Смотрите, с правой стороны стоит, вообще кому-то нужно заберет, ну, конечно, подранное, зверски, но ничего. Итак, вот мы сейчас объезжаем наше озеро, и вообще очень много зелени, очень красиво, тут вообще озера вот на каждом шагу, вот куда бы ты ни повернул, везде будет какая-то лужа, большая или маленькая, поэтому здесь очень много влаги. Справа Форд Лейк Парк, в котором проводятся вот эти все джазовые фестивали и прочая ерунда, ну, и, в общем, вот как-то так вот, вот таким образом я добираюсь до ближайшего магазина по очень красивым, скажем так, аллеям, и красивые деревья, ну, как всегда, я восхищена здесь пледы, здесь очень приятно находиться. Справа от меня какой-то жилой комплекс находится, так, подождите, как же он называется тут, Аклейм от Форд Лейк, вот как он называется, и там спереди еще кто-то есть. В общем, как-то вот таким образом в таком районе мы живем, и, конечно, добираться, ну, автобусная остановка даже была, по этой дороге ездят автобусы, я несколько раз видела автобус, который здесь фанциклировал, я не знаю, ездят ли они только по часы пик или нет, я, честно говоря, не знаю. Но вот один раз, я здесь автобус видела, или пару раз попадала в такое время. Здесь вот тоже какие-то деревья, фу, извините. Дома здесь по бокам есть где-то, я так поняла, что они все стоят на берегу озера, просто их с дороги, как говорится, не видно, потому что они за деревьями находятся. Мне кажется, что по бокам огромный лес. итак, смотрите, какая каста впереди меня, просто туи какие с левой стороны, это у нас туи-туи. Конечно, погода здесь на порядок. Выше имеется в виду, теплее, вот, и все это, все деревья обиды такими какими-то вьюнами здесь, какие-то лианы растут, и еще что-то. В общем, красивая пруда. Мне сказали, что очень красиво поехать будет на север штата во время осени. Осенью, говорит, очень красиво. Там вот все деревья, листья, все-все начинает менять цвет, и получается очень красиво. Поэтому, говорит, если вы туда поедете, то это будет вообще суперски. Я смотрю, начинают гуси канадские собираться на полях. Они вот тоже здесь, не все они далеко, не все перелетают границу. Я так поняла, что некоторые ленятся и говорят, да ну нафиг. Зачем так далеко лететь, как говорится. Вот. Все, сейчас вот здесь вот я поворачиваю, и здесь поворот налево, и все, и пошел. Здесь находится вот Крогер, какой-то магазин, в который, в принципе, кит постоянно там шопится. Он говорит, я Крогер очень люблю. Ну, не всегда я все могу найти, конечно, в Крогере, но цены там более-менее разумные. Всем привет! Буду организовать сегодня пространство, там, где мы стираем белье. Все, конечно, для организации пока еще не куплено, но пришло кое-что из Амазона. А, а что же она такую большую упаковку-то имеет? Заказали мы вот такой стенд, который должен по своей сути стоять между стиральными машинками. Ну, там есть, конечно, мешок для типа бутылок, но там я не знаю, конечно, что я буду держать. Я только переживаю, что у меня очень много моющих средств, я переживаю, что они у меня в эти корзинки не поместятся. Но в любом случае мы заказали для того, чтобы организовать пространство между стиральной и сушильной машинкой. Сейчас посмотрим, что она у себя представляет. Вот такая маленькая тележечка. Знаете, хочется ее взять, это катать и говорить. Журналы, сигареты на продажу. В общем, вот такую штуку мы заказали для того, чтобы она у меня встала вот здесь между машинками. Здесь полный развал у меня. Здесь, как вы видите, у меня здесь вообще такое гетто. Это вот эти салфетки с машинками. Мы их пока сюда кладем. Мне нужно будет еще с чем-то разобраться. Видите, какое гетто у меня тут. Сейчас у меня есть высокие технологии. Смотрите, лампочка. В общем, да, вот это все сейчас мы будем организовывать. Я купила дивайдеры такие для того, чтобы можно было организовать полотенце, туалетную бумагу. Соответственно, у нас ее практически нет. Нужно будет поехать купить. Также нужно помыть вот здесь. Поставить эту тележечку сюда. Организовать порошок, который у меня как купили, так и стоит. Ну, в общем, да, как-то вот таким образом. Сейчас я буду это все организовывать, потом покажу вам конечный результат, как что вышло. Нужно помыть здесь. Машинки эти не двигаются. О, боже, там какой-то ужас творится. Это все нужно будет тоже пылесосом хотя бы убрать. Все, пошла работать. Сейчас покажу дивайдеры, которые я купила. Вот они у меня. Нашла их по гуглу. Тихо, по гуглу нашла специально вот такие дивайдеры для именно дешевого варианта. А дешевый вариант это у нас как они называются? Прутья? Нет. Металлические именно полки. Сейчас это все буду выгружать и организовывать. сначала сверху, потом снизу все красиво расставлю. Металлические продолжаю операцию. Нашла у него некоторое полотенце старое, похожее немного на бездомную собаку. Положу их вот сюда вместе со своими порошками. Здесь вот я их использую иногда для тряпочек, для дома. Извините, сейчас я их положу сюда, там у меня порошки лежат. Здесь у меня лежит эриель и ополаскиватели, вернее, это называется сэнд бустерс, то есть они оставляют на вашей одежде очень классный запах. Как вы видите, все поместилось хорошо. мне кажется, лучше было. Для стирки все здесь. Видите, эти творец пока организовала. Сейчас будем организовывать дальше. только убралась, и пошла гроза с громом. Здесь, кстати, за все это время, что я была, ни разу не было такой грозы, чтобы прям с громом и молниями на той стороне дети купались, я слышала, они там плескались, ну, там калибри, калибри. Я думала, у них во время дождя не летная погода. гроза, гроза, и самолет взлетел. Вон он пошел. Слушайте, не боится, что его молнией деряпнет. подозреваю, трясет его сильно, потому что там всякие разные перепады, давление. Только дети начали радоваться. Смотрите, что натворило. Только все радоваться на том берегу, опять прилетела гроза. трава здесь не знает, расти или не расти. Как только ее польет, она начинает расти. Думает, ну все, класс, можно расти. Как только опять солнце выглядит, опять никакого дождя нет, опять сохнет. Ой, приятная такая погода сегодня, ни жарко, ни холодно, просто прелесть. Всем привет, заехала в магазин пластик. Мне нужно для яиц. подставки, свечки, тарелки классные. Для яиц подставки в холодильник нужно. Ну, так вот дошла и смотрю, что здесь есть. Осень сплошная. Только нужна была вот эта подставка. И она, по-моему, нормальная жилья. Да, жаль. Уже купили что-то. Заехала посмотреть, что здесь есть. Сделана в Турции, кстати. клиренс. Вот это все на распродаже. У нас кружек сейчас полно, мне ничего не надо. Биби-ди-баба-ди-бул. Золушка. Наверное, для кукис. 10 долларов подставочки. Это португальская. я такую миску купила на распродаже. Одну. Короче, какие-то релочки. нашла, то, что мне нужно было. сейчас смотрю, если здесь формочки поменьше для выпечки, если я экспериментирую в каких-то портах, то они у меня небольшие выходят. вот это сколько стоит. Мне как раз-таки нужно 7,99. Они все по 7,99. Купила подставки под яйца. Нам нужно было. Кит захотел. Говорит, нужно, а то надоело с этими упаковками от яиц вечно с ними играться. Ну, не знаю, у нас дома там были, мы их никогда не использовали, но я купила, если ему хочется. пусть имеет, говорится. Здесь как бы пересылают, видите, новую парковку типа сделали. Это в Эпсиланте я нахожусь в своем городке. Вот. И сюда подъехать было ужас какой-то. Вообще не заедешь, не выйдешь. Слушайте, пришлось в округе тут ездить, выискивать, куда можно продраться машиной. В итоге нашла заезд. Не знаю. Пойду посмотрю, сейчас TJ Maxx, это как наш Winners, они тут раздельно стоят. Вот это Home Goods, а там TJ Maxx, к нему тем более не подъедешь. Видите, там все перегорожено. Поэтому придется идти пешком. Федекс приехал, да. Сейчас пройдусь пешком туда, посмотрю, у меня крем для лица закончился, может, там что-то найду. И тут еще чуть подальше Крогер есть, мне туда тоже попасть нужно было за яйцами и бананом. Сумки-то какие блестяшие, блестяшие. О, накляне есть за 24 долларов всего лишь. Доброе утро. Всем привет! Заехали сегодня взять в Bath & Body Works. У них распродажа была. И мыло, мыло на распродаже 2,95. В общем, я закупилась мылом, каким только могла. Мылки я их очень сильно люблю. Поэтому пускай будет. У меня, в принципе, еще есть. Вот, но видите, взяла некоторые. Очень нравится их мыло. Десять штук прям целых. Но долго хватит. Всем привет! Из находок хлеба. Наверное, я нашла пекарню, которая печет приемлемый хлеб, но не такой вкусный, как в Канаде. Это Zingerman's Bakehouse. Неплохо пекут хлеб. Мне нравится Rustic Italian. Это какой-то древний итальянский хлеб. Или еще что-то. Очень нравится их упаковке. Вот так он выглядит. Так, подождите, дайте я его назад положу, извиняюсь за шебуршание. И киту я взяла Detroit sourdough. Это sourdough. Как он переводится? Я не знаю, как по-русски будет sourdough. Как кислое тесто, что ли? На закваске. Вот. Хлеб на закваске. Написано Detroit. Из Детройта. Типа. Но я смотрю, тут есть тмин. Блин, я тмин все время любила выколупывать из хлеба. Есть. Скажите мне, кто еще так делал? Ну, в любом случае, я заехала сейчас в Bakehouse. Купила хлеб. И сейчас я поеду в Костка. Нам нужно в Костка кое-что докупить. Обычно в Костка, вот для нас двоих, я беру авокадо. Я беру туалетную бумагу, там какие-то полотенца, да, что-то там еще такое. Беру яйца иногда беру. Ну, так вот, по мелочи, да. В прошлый раз я набрала кучу мяса, и вот вчера я приготовила ужин. Одной грудки нам вполне хватает для того, чтобы приготовить ужин. Кстати, друзья, смотрите, у меня на машине есть наклейка, которая обозначает, что я канадец. От своей страны я не отказываюсь. Мне нравится быть гражданином Канады. Итак, зачем я заехала в Костка, так это было, конечно же, большой ровно туалетной бумаги. Много туалетной бумаги, чтобы не ездить, не покупать постоянно. Вот. Что еще? Орехи, которые мы очень сильно любим. Соленые орешки. Это пенатс, как они называются. Это я купила себе для воды. Очень классная вещь. Если жаркий день, и вы хотите действительно иметь достаточно, как говорится, жидкости в своем организме, вот этот продукт позволяет наполнить ваш организм очень хорошо, быстро утоляет жажду. Купила пеканс, орехи, картошку. Жила колд. Будем пробовать. Желтая картошка. Написано, что она для всего хороша. Купила себе такие, как капри. Купила себе. Вот. Купила у нас, заканчиваются ароматизаторы. По дому мы таки стоянными пользуемся, поэтому взяла вот такие вот фрешленен и, можно сказать, Карибские острова. Отпуск туда не поехал, значит, соответственно, нужно сам по себе дом, чтобы хотя бы пахнуть. и мед купила. Мед и яйца. Вот так съездила. Все. Закрою машину. Где у меня этот? Этот. Так, мне нужно еще купить молоко. Молоко-то у нас обычно в местном крогере. Да. Вот. И хотелось бы купить старбакс. Очень я его очень ошибка силы. Люблю. Какие-то что-то себя не очень сильно чувствуют. Я даже не знаю, почему, как он чувствовал себя в пятницу. Не очень хорошо, потом нормально на выходные. Сейчас опять что-то. Я уехала, он спал. Брюлек отдохнуть. Поэтому, так. Какая-то сегодня погода такая странная. На улице не холодно, на улице душно. Но вот такие вот какие-то облака летают. Интересные. Вроде как и солнца яркого нет. И вот такая ситуация. Значит, мне кажется, что это мне птичка на стекло подарок сделала. Отмыть пока не могу. Вот. Ну, мне, наверное, сейчас будет заехать еще в крогер местный. Ну, то есть я, наверное, поеду домой. А там уже заеду в крогер за молоком. Ну, или в местный крогер здесь. Кстати, наберу и поеду здесь, наверное, где-то рядышком. Всем привет! Сегодня я направляюсь в колледж. Я написала свою заявку в местный колледж для того, чтобы податься на английский язык. Все знают, что английский язык. Те, кто у меня давно на канале, ребята, вы знаете, что английский язык у меня выучен по на слух. Я выучила его на слух и, соответственно, никакой грамматики, ничего. Это все тоже я учила сама. Поэтому я решила серьезно взяться с изучением английского языка и пойти в местный колледж на изучение именно грамматики, потому что, в принципе, в английском языке у меня неплохо подвешен язык. Поэтому сейчас я получила и имейл, потому что я написала, я позвонила в колледж, оставила им сообщение тому, кто ответственен за английский язык, за уроки английского языка. И он мне отправил имейл, сказал, приезжайте, у нас есть комната, где проводятся тесты по английскому языку. Не нужно назначать никакой прием, просто приезжайте и с 9 утра до 7 вечера мы практически постоянно раздаем эти тесты для изучения английского языка, для того, чтобы понять, в какую конкретно группу вас направить. Потому что я думала, что я начну с самого нуля, а тут я разогнулась и получилось так, что я не могу. Они не хотят, наверное, чтобы все-таки каким-то образом были потрачены зря время педагогов и время самих учеников. Хотя, собственно говоря, я никогда не тороплюсь, могла бы и потратить. Но в любом случае, сейчас мы отправляемся в Уаштеново Community College. Я не знаю, куда я еду. У меня все настроено на машине. Итак, мы направляемся. субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон» на Community College. Будем сейчас открывать наши возможности. Вот так выглядит колледж. Много припарковавшихся. Я пошла искать. Не знаю, смогу ли снимать вам внутри, но посмотрим. На улице сегодня достаточно жарко. приятно все люди здороваются. Даже мужчина, который сейчас проехал на какой-то обслуживающей машинке, он со мной его здоровался. Вон там есть какие-то тенты. Я вижу, там что-то проводится. Я так поняла, что технико-индустриальный билдинг. В общем, я тут сейчас потеряюсь. К чертовой бабушке. Потом обратно домой не вернулся. Очень уютный кампус. Смотрите, как облиплены деревья. Как всегда, я иду по задворкам каким-то. Ну, тут прям у них столько всего. вообще Ан-Арбор это студенческий городок. Здесь очень много здесь университет Ночегана есть. Тут много чего есть. Так, продолжаем идти. Я пытаюсь ориентироваться на местности. Мне кажется, что я сейчас как раз таки иду вот под главным корпусом, который мне необходим. И вот здесь проводятся все тестирования. Хотя, может быть, я не уверена. Сейчас, ну, я же всегда говорю, что я все равно с какой-то задней стороны все обхожу. Сейчас посмотрим и прочитаем. Это Украин Liberal Arts and Science Building. Наверное, вот этот. Потому что по карте я все равно понять я не имею, где я нахожусь, но через весь кампус я прошлась. Так, нужно главное определить, где же здесь я должна находиться. Ребята, я должна в итоге не потерялась. Я думаю, третий этаж, где я делаю тест по близкому цеху. Окей, я приехала со второго этажа. В общем, ребята, осталось экзамен. В общем, скажу вам, когда выйдут здания, как выглядит сам экзамен. здесь проводятся какие-то местные гуляния. Я не знаю, с чем это связано. Можно было пойти посмотреть, но мне как-то не очень хочется. Вот, я так поняла, может быть, это новые студенты, которые придут в этот колледж. Смотрите, какое интересное дерево. Я всегда замечаю какие-то новые интересные деревья. вот это, кстати, имеет какие-то иголочки такие интересные или листики. Не знаю, что такое пушистое очень. Так, в общем, я сориентировалась, все нашла. В принципе, если не долго ходить по территории, то, в принципе, можно разобраться, куда идти. Все очень доброжелательные, очень помогают, ну, чтобы ты понял, в чем состоит твоя задача. И давайте дойдем до моей машины и смотреть, как аккориста. И я вам сниму конкретно, что и как у нас все прошло. Итак, друзья, всем привет. Извиняю, включается музыка. Итак, давайте вам немного расскажу. Сейчас я немножко уменьшу свой кондиционер, хотя здесь очень жадко, может, я приокрою окно. Давайте я немного расскажу о том, что какой опыт у меня был, в отношении сдачи экзамена по английскому языку. Я вам напишу здесь, какой конкретный экзамен я сдавала, потому что они никак не могли определить, какой экзамен мне дать, потому что, в принципе, по-английски говорю я достаточно хорошо. Я сказала, что мне не хватает структуры языка, именно грамматики мне не хватает, поэтому я бы хотела изучить именно ее. Поэтому мне предоставили определенный экзамен, который включает в себя две секции. Один на слух, как вы воспринимаете английский язык и понимаете ли вы его. И второй чтение, воспринятие чтения в общем, то есть даются некоторые тексты, которые необходимо прочитать и дать на них ответы. И то же самое с грамматикой. Какие бы вы конкретно глаголы поставили в предложение для того, чтобы оно было правильным. Все ответы базируются именно на той системе, я помню, которую у нас очень сильно когда-то высмеивали и говорили, что уже готовые ответы дают на тесте А, Ц, Д. Это, мол, очень легко и понятно, мол, легко сдать экзамен. Но, ребята, я вам должна сказать, потому что я в этой системе училась и в своем колледже, который был у меня в Канаде, и вот в этом колледже, в Уаштену Community College, он был, экзаменация была основана именно вот на таких принципах, что ты должен дать правильный ответ, то есть там уже написано 4 ответа, это будет А, Б, Ц и Д. На самом деле не все так просто, все эти ответы в принципе близки к друг другу по понятиям, и ты должен реально выбрать правильный ответ, что не так легко, если ты не знаешь английский язык или там, допустим, любой другой предмет, по которому идет тест и экзамен. Я помню, что несколько раз даже в своем колледже, Кэмпбелл колледж, в котором я училась в Канаде, когда мне приходилось сдавать тест, то я иногда выбирала неправильный ответ и не потому, что я не знала информацию, на которой был тест, а потому, что я просто не знала английского языка и определенные варианты разных слов они выдавали совершенно различный другой результат в ответе, в итоге я порой злилась на саму себя, ну как же, я же знаю, о чем ведется речь, но ответила неправильно, потому что мой английский меня подвел. В этом варианте, когда я сейчас сдавала, было приблизительно то же самое, предоставляется тест, он ограничен по времени, сначала вы приходите в комнату с компьютерами, там все очень тихо, вы должны полностью выключить свой телефон, оставить сумку на полке и никоим образом не выходить в туалет, кстати, сходите в туалет перед тем, как вы придете на тест по английскому языку. вам предоставляются сначала наушники, учитель находится рядом с вами, чтобы точно понять, что вы хорошо все слышите и все вам, как говорится, понятно, вы показываете им окей, надеваете наушники и все, и вперед. Значит, первый тест, он по-моему, длится какое-то количество минут, но там, в принципе, не надо засекать никакой таймер, потому что ответы читаются вам, они сказали, они не будут повторяться. Я, кстати, на некоторых моментах, когда был прочтен вопрос и мне нужно было дать ответ, у меня как-то, знаете, я перфекционист, я очень люблю все делать хорошо и моя память, мои мысли, они начали съезжать в сторону на одном вопросе, где я начала сомневаться, а вдруг я не сдам, а вдруг я завалю, слушайте, я ничего не заваливаю, я пришла туда учиться, на самом деле, но вот этот перфекционизм он где-то у меня вылез, и я не совсем расслышала вопрос, в итоге я дала ответ по догадке, я надеюсь, что он пройдет, но это то, что касается на восприятие английского языка на слух, этот экзамен длился где-то минут 13, по-моему, потом она подошла, выключила тот компьютер, на котором сидела я с наушниками, перевела меня поближе и сказала, дала мне там, дается вам такой буклет, где вы должны прочитать предложение и дается 4 ответа, где в грамматике, грамматически вы должны правильно вставить глаголы, которые правильно там должны склоняться, ребята, я в этом, в письменном хорошо разбираюсь, я когда разговариваю, я выхватываю неправильное время глаголов иногда, и это вот моя беда, понимаете, и я думаю, что в письменном я могу сдать экзамен достаточно хорошо, вот в этом вот у меня немножко конфузия произошла, потому что письменно я могу сдать хорошо, потому что в письме я в принципе хорошо понимаю, то есть я могу несколько раз предложение повторить, то есть если предложение, понимаете, разговор на любой, на любой речи, любой язык, он течет как вода, и это легко, то есть то, что вы произносите в предложении, оно должно легко произноситься, если вы где-то запинаетесь, то значит где-то есть ошибка, потому что он не идет легко, то есть английский язык, русский язык, любой язык, он течет как река, и если где-то есть какие-то подводные камни, они дают вам о себе знать сразу же, потому что вы запинаетесь, и поэтому в написании это легко, потому что я могу повторить предложение несколько раз про себя и понять, устраивает, то есть оно звучит легко на одном дыхании или где-то есть что-то. Но в разговорной речи это не всегда возможно, потому что когда ты разговариваешь с человеком, ты должен выдать своё предложение достаточно быстро, правильно? И ты не можешь его стоять и повторять, «О, я пошла за хлебом, я пошла за хлебом». Иначе это странно выглядит. И вот именно этот вариант у меня является проблемой, потому что моя mind, моя память выхватывает неправильные глаголы. Времена, вернее, Кит мне сказал, у тебя проблемы с временами, потому что у нас в русском языке есть только настоящее прошлое и будущее. Здесь же есть прошлое, которое произошло вчера, прошлое, которое произошло неделю тому назад, и прошлое, которое произошло три недели тому назад. И в итоге ты не знаешь конкретно, какой глагол или какое склонение слова тебе использовать. В общем, да, вот с этим у меня есть проблема. А вообще, на самом деле, английский у меня, в принципе, идёт достаточно хорошо. Итак, давайте перейдём. Вот это был второй модуль, где нужно было сдать грамматику, и третий модуль был на чтение каких-то опусов. Например, там были даны небольшие статьи. Их нужно было прочитать, и нужно было ответить на вопросы, например, о чём говорится в первом параграфе, о чём говорится в втором параграфе, какой посыл был дан на данном этапе, а что вот это вот имело значение, а что вот это то имело значение. Вы понимаете, как бы кажется, что это легко, но на самом деле в статье написано очень заковыристо, поэтому мне приходилось иногда перечитывать несколько абзацев для того, чтобы понять, что конкретно имелось в виду. Мне кажется, что я сдала экзамен неплохо, я закончила его раньше времени. Я уже села, закрыла всё, и мне женщина там у них хорошо... Снимать я вам там не могла, потому что, как я уже сказала, все телефоны были выключены, а аудитория, где вы сидите, сдаёте экзамен, и там, где сидят учителя, имеет прозрачную стену, поэтому она увидела, что я закончила, она мне показывает, я говорю, да, я закончила, всё, да, она говорит, выходи. Я в общем вышла, она говорит, ты закончила быстрее, чем другие, я говорю, ну, в принципе, да, я надеюсь, что я закончила нормально. В общем, я сдала свой экзамен им, она сказала, что ваши оценки будут на вашем портале, потому что я уже зарегистрирована с этим колледжем, и, соответственно, тогда человек, который со мной связался, мужчина, он подскажет вам, какой конкретно модуль английского языка вам необходимо взять для того, чтобы в дальнейшем преуспеть. Ну, как-то так. В Washington Community College находится очень много различных классов, начиная от компьютера, там, значит, интернет security, это как, как это сказать, безопасность интернета, да, до графического дизайна. Кстати, графический дизайн, я подумала об этом, и есть также самая психология, кстати, здесь. Не знаю, что я хочу, не знаю конкретно, на что пойти. Пока решила пойти на английский язык, может быть, я полностью поменяю свое образование. Психология привлекает, но, опять же таки, я не хочу быть психологом, который консультирует людей. Меня больше привлекают, как это сказать, меня больше привлекают расстройства личности, меня больше привлекает работа в тюрьмах, коррекционных системах. Вот это мне больше всего нравится, наверное. Мне не нравится работать с людьми, мне нравится работать с ненормальными людьми, да. Это интересно изучать, интересно, то есть какие-то, может быть, открытия в этом плане делать. Реально это очень интересное такое направление. Это первое. И второе, наверное, меня интересует графика, как рисование за какие-то бы ни было рисунки, я еще вообще не садилась. Вот в этом плане, кстати, я буду разговаривать со своим психологом, потому что, опять-таки, я записалась на психологические консультации для того, чтобы найти саму себя, для того, чтобы определить, где мой путь в этой жизни. И я хочу выбрать то, что мне нравится, и идти по этому пути. Опять же таки, я не знаю, буду ли я это делать, что и как оно будет развиваться, я не знаю, потому что, когда я найду саму себя, и не знаю, хочу ли я работать на кого-то, либо я хочу работать на саму себя. Но, по крайней мере, я использую возможность, которая мне сейчас предоставляется находиться в доме, соответственно, получить образование. Я всегда считаю, что вкладывать в саму себя, когда есть возможность это сделать, это самое лучшее, что может сделать человек, потому что у вас можно отобрать деньги, дом, машину, у вас можно отобрать совершенно все, у вас невозможно отобрать образование и вас самих. Ну, можно отобрать, наверное, волю к жизни у человека в итоге, но образование всегда остается с человеком, и он всегда сможет добиться чего-то в этом жизни, имея достаточно хорошее базовое образование. Я всегда это говорила своему сыну, и буду продолжать говорить, потому что вы можете потерять совершенно все, это все материальное. Ваше образование, то, что вы вкладываете в самих себя, это самое важное, что может быть, я так считаю. Поэтому я всегда к образованию относилась очень хорошо. Все, ребята, всем пока-пока. Экзамен я сдала, сейчас я буду направляться домой, нахожусь возле Уаштана Community College в городке под названием Энн Арбор, который очень сильно ориентирован на студентов, здесь очень много студентов, здесь находится также университет Мичигана. Мы посмотрим, что возможно сделать. Дело в том, что у меня уже есть дипломы из предыдущего колледжа, у меня есть диплом, сертификат из Нейта, и я думаю, что если они у меня запросят мои дипломы, я, конечно же, в это все загружу, потому что очень много я проработала в правовой системе, а также у меня очень много любого другого тренинга. Меня интересует, кстати, работа и с жертвами домашнего насилия. Посмотрю, могу ли я где-то волонтерить в каких-то центрах, это я еще не изучала. И посмотрим, как оно будет. Может быть, я смогу перевести свои кредиты, или те кредиты, на которых будет базироваться мое предыдущее образование, потому что это определенный набор кредитов, баллов. Может быть, если я начну образование здесь, в Уаштона Community College, и если мне удастся перевести это все в университет Мичигана, это было бы, конечно, суперски. Я всегда хотела иметь университетское образование. Поэтому я начинаю с самого нуля, я начинаю с языка. Там мы посмотрим. Это университет, это, наверное, мой самый такой большой гол. Если я хочу продолжать заниматься работой на кого-то, вот, ну, опять же таки, не факт. Не знаю. Пока это мои мысли, мои скакуны, это просто размышления на тему, как бы, образования. Потому что я считаю, что образование – это самое важное. Этого у вас никто не отберет. Итак, ребята, друзья, всем пока-пока. Я еду домой, обрадую своему мужу. Я говорю, ты со мной хочешь поехать? Он говорит, да ну, что я там делать буду? Я говорю, ну и правильно. Он что-то меня спросила. Я говорю, ну так ради хорошего тона, как бы, что, может, ты со мной поедешь? Я говорю, ты мне кажется, что мне нужен. Он говорит, я так и думаю, что я тебе не нужен. Мне не нужен. Я говорю, я очень многие вещи делала в этой жизни сама. Сама все пробивала, сама все узнавала. И ты мне там будешь только мешать. Он говорит, зачем ты меня спросила? Я сказала, ну, ради вежливости, наверное. На самом деле, ты мне будешь здесь только мешать, Потому что я тогда свободная, я приехала Я сама узнала, сама нашла Сама все сделала, то есть никаких проблем у меня с этим нет Я говорю, а ты будешь мне только мешать Но ради хорошего Чтобы быть, как говорится Доброжелательной или что-то в этом роде Вот, я Тебя сама пригласила, конечно Как-то так Итак, ребята, все, всем спасибо за внимание Всем пока-пока, вот так прошло Прошло мое тестирование по английскому языку Посмотрим, какие результаты Я вам потом их расскажу И, в общем, будем отталкиваться От того, что Какой результат придет Все, всем пока-пока Привет, друзья, смотрите Сделала себе сегодня сама Маникюр, и я очень довольна цветом И тем, как у меня Это все вышло Этот маникюр, это у меня Типа наращивание Я не знаю, есть ли оно у меня Здесь, нет, я его уже положила Это вот из таких вот баночек Quick Deep Вот этот Rose Petal Pink А там была Dusty Rose Другой цвет, я его положила уже У меня здесь сидушка хранится Quick Deep Вам еще понадобится Три вещи, с помощью которых вы все это делаете Такие, как лаки упакованные Написано 1, 2, 3 Ну, блин, сейчас вытаскиваю Вот таких Три Лака Это не лаки, конечно Это просто Вещества, которые помогают вам самим Сделать маникюр Вы сначала Подготавливаете ногти То есть пиливаете блестящее Покрытие ногтя Для того, чтобы к нему что-то прицеплялось Я спиливаю предыдущее покрытие В данном случае Наношу Nail Primer Для того, чтобы подсушить ноготь Потому что есть, оказывается, такая вещь, как жирные ногти И на них ничего не держится Затем наношу на ноготь Вот этот бейс Открываю вот эту штуку Видите, как называется Dusty Rose Здесь находится, по своей сути, акриловая пудра Вот что это такое Макаете ноготь туда То есть сначала вы его намазываете Вот где-то на 2 трети Макаете И потом уже полный ноготь Второй раз, когда Красите опять Опять макаете Я делаю одну руку За один раз То есть я сначала делаю Мизинец слегка Макну на 2 трети Потом все остальные пальчики Потом опять возвращаюсь к мизинцу Наношу опять поверху Вот этот номер 2 И уже тогда макаю полностью Весь ноготь Стряхиваю пудру Вы можете посмотреть, как все это делается На ютубе И затем Для того, чтобы сделать эти ногти твердыми Для того, чтобы они держались Покрытие держалось долго Вы наносите номер 3 Сверху Когда вы закончили наносить пудру Затем вы берете Я обычной пилочкой, кстати, беру Несмотря на то, что у меня есть специальная машинка Я пилочкой попиливаю ногти И затем наношу Вот такой гелевый топкоут С лампой вместе И смотрите, какая красота получается Дома сделанный маникюр Субтитры делал DimaTorzok